Привет, друзья! Меня зовут Лошкарёв Андрей, автор проекта «Всё по уму настройке». Мне часто задают такой вопрос. Андрей, что вы думаете по поводу домов из соломы, из опилка бетона, из бутылка бетона, домов из различных не очень распространенных экзотических материалов? А также, Андрей, что вы думаете о домах-пирамидах, о домах-сферах, о круглых домах и так далее? То есть о домах каких-то экзотических форм. По этому поводу мой ответ такой. Строительство дома для вас обходится в круглую сумму. И желательно, чтобы эти деньги не были потрачены зря, не были потеряны. Когда людям говоришь, что вы можете на стройке потерять деньги, они думают, что их могут обмануть. То есть они напорятся на каких-нибудь строителей, мошенников, либо им построят некачественно дом, который развалится, либо сгниет через некоторое время. С одной стороны, опасения по поводу... Вот такие опасения по поводу потери денег, они имеют место быть. Но есть еще и другое опасение, это то, что вы построите дом, который станет для вас неликвидным имуществом. Что это значит? Это значит, что вы свой дом не сможете продать в любое время, его никто не купит. Почему это важно? Потому что разные бывают ситуации в жизни, вам понадобятся деньги, и вы... А у вас, например, дом из соломы, круглой формы. Кому вы его продадите? Никому. И получается, что вы вроде как с каким-то имуществом, но это имущество никому не нужно. Некоторые люди говорят, когда им это говоришь, а некоторые люди говорят, что а я не собираюсь дом продавать, я его строю на всю жизнь и буду с нем жить до конца своих счастливых дней. Такое утверждение можно считать верным, если у вас нет родственников и детей, кому вы свой дом не оставите в наследство. Крутые бобры! Потому что если вы оставите своим детям такое наследство, они не возрадуются ему, потому что многие дети рассчитывают на имущество своих родителей как на стартовую точку, как на стартовую планку для своего прыжка. Они собираются, ну большинство детей продает родительский дом, строят себе что-то более современное, либо строят в каком-то другом месте, либо вообще переезжают в квартиру. В общем, очень важно, чтобы ваш дом был ликвидным имуществом, чтобы вы его могли продать в любое время. А поэтому строить дом нужно из понятных технологий в вашем регионе. Те технологии, которые распространены, уважаются и легко продаются и покупаются в вашем регионе, вот из этих, по этим технологиям и нужно строить. Ну и, конечно же, не нужно упускать риск потери денег, потраченных на строительство дома, если вы напоритесь на недобросовестных строителей. Как этого избежать? Смотрите другой видеосюжет. Как не напороться на мошенников? Как защититься от мошенников? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...